Добрый вечер Так это вы вчера вытащили из проруби моего маленького сына Брашу и геройски спасли ему жизнь? А, да, это был я. А кепочка где? Следующая, спасибо вам большое. На грузинскую тему приходит грузин к доктору на прием. Доктор. Раздевайтесь. Не понял. А что непонятно? Вы пришли к доктору, раздевайтесь. Дорогой, я еще ничего не успел сказать, ты уже ставишь меня в тупик. Знаете что, я доктор, я лучше знаю, что я вам делаю. Давайте определяйтесь. Хорошо, я сделаю все, как ты мне сказал, только не нервничай. Раздевается полностью, стоит абсолютно голый. Доктор. Я вас слушаю. Я угольщик, уголь привез. Куда разгружать? Спасибо. Северный Казахстан, казахстанская степь, на пригорок выходит лев в Казахстане. Выходит лев, увидел все свои окрестности, остался доволен. И вдруг видит маленького суслика. Он говорит, суслик что это? Здорово, это я, лев. А что ты меня не приветствует? Ты знаешь, что все здесь абсолютно мое. Вот этот вот орел даже летает, он тоже мой. Ты, кстати, тоже мой. Все здесь принадлежит мне. Даже то, что ты видишь своими сусличими шарами, еще не видишь. Все равно все мое, абсолютно все мое. Сусслик говорит, что-то я не врубаюсь. Вот что, Назарбаев уже не при делах? Два украинца, находясь в Тбилиси, чисто случайно забрели на грузинское древнее кладбище. Бродят среди надгробий, читают надписи. На одном надгробе надпись. Коте Гурбилишвили, 1910-1992. Жил пять лет. Непонятно, ну, видимо, ошибка, ну, да. Так, Коте Гурбабия, 1905-1977. Жил три года. Так, видимо, а ну, пошли к сторожу разбираться. Приходит к сторожу. Слушай, дядя, расскажи, тут какие-то непонятки у вас, понимаешь? Человек живет там лет 70, написано 5. Тот лет 80, написано 7. Расскажи, что такое. Я расскажу, Ниль-Нильича. Жить, это не значит, что существовало. Жить, это когда жизнь кипел, девочки, машины красивые, денюшки были, жизнь вот такая была. Все остальное не считается, понимаешь, да? Да, понятно. Короче, Валера, коли я сдохну, напиши мне, рды всем мертвым. Спасибо.